Образец трудолюбия и дисциплины. Именно так отзываются приморцы о своем знаменитом земельке. Увидеть обычную тренировку Ивана во Владивостоке сегодня уже редкость. Именитый канаист кажется постоянно в разъездах по соревнованиям. Но сейчас сезон гребли окончен, поэтому спортсмен в спокойном темпе выходит по утрам на озеро Чан. Два месяца у нас пересбори. То есть это сентябрь, октябрь. И половину уже мы проотдыхали. Сейчас осталось чуть-чуть меньше месяца. И уже начнем новый цикл на следующий сезон. Сезон для Ивана прошел успешно. Успел взять золото и на Кубки, и на чемпионате мира. Однако, как говорит сам канаист, результаты сборной России в целом в этом году были рекордно низкими. Все потому, что в мире возрастает конкуренция и попасть на международный пьедестал становится все сложнее. Тем не менее, с главной задачей наши грибцы справились. Получили лицензии на предстоящую Олимпиаду. В случае, если Иван попадет на игры в Токио, то будет выступать в довольно новые для себя категории. У нас убрали спринт и оставили на данный момент только 1000 метров. И наша сборная взяла только лицензию для выступления в двойке 1000 метров. То есть отбор у нас будет проходить на чемпионате России в следующем году по С2 1000 метров. Сегодня именитого приморца отличает на воде не только профессиональный стиль гребли, но и сама лодка. Уникальный дизайн виден сразу. Дело в том, что это бывшее каноэ олимпийского чемпиона Александра Рогова. После смерти спортсмена его друг передал лодку Ивану и сказал, что теперь она в хороших руках. Это произведение искусства. То есть сейчас такие лодок у нас в стране, я думаю, 4 и 2 из них на Дальнем Востоке, в нашем музее. Мы собираем самые такие интересные экземпляры. Я надеюсь, что в будущем мы сделаем такое место, куда люди смогут приходить. И будет спортивный инвентарь, как представленные лодки, так и весла и наши награды. Будет очень интересно, потому что это история нашего приморского края. Приморский спортсмен пробудет на родине вплоть до зимы. Иван постарается провести максимум времени на открытых водоемах, после чего отправится на юг России, а затем и в теплые страны. Там Канейс начнет уже самую активную подготовку к новому сезону. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.